Мастер и Маргарита В 20-х годах 14-го столетия Этот человек заложил в Москве знаменитый Успенский собор Любимым занятием подвижника с юных лет было писание икон Две из них, Петровскую и Успенскую И сегодня можно увидеть в Успенском соборе Московского Кремля Митрополит Петр У нас в гостях историки Сергей Перевезенцев и Кирилл Кочегаров Здравствуйте Кирилл Кочегаров Выпускник Исторического факультета Московского педагогического университета Кандидат исторических наук Старший научный сотрудник Института славяновидения Российской академии наук Автор ряда статей по истории русско-польских и русско-украинских отношений И книги «Речь Посполитая и Россия. Заключение договора о вечном мире» Сергей Перевезенцев Выпускник Исторического факультета Московского государственного педагогического института Доктор исторических наук Профессор факультета политологии МГУ Сопредседатель правления Союза писателей России Автор книг и публикаций в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба» Что значит митрополит Петр сегодня, чтобы было просто сразу ясно, что это за фигура? Вот совсем недавно, буквально сколько, два-три года назад Нынешний святейший патриарх Московской всей Руси Кирилл сходил на патриарш и стол И по телевидению показывали торжественную церемонию посвящения Тогдашнего митрополита Смоленского и Калининградского в патриархе Московской всей Руси И в том числе, вот в ходе этой церемонии ему вручался посох Посох как свидетельство того, что он вступает в права владителя московским столом Светительский посох, через который, помимо того, что этот посох является символом вступления в права Еще и символом передачи благодати от предшествующих владетелей этого стола Патриаршего и до того митрополитчего И такой символ благодати, переходящий к нынешнему патриарху от патриархов предшествующих И митрополитов предшествующих Ибо глава церкви, и тем более глава русско-православной церкви, это пастырь добрый А пастырь должен иметь орудие для того, чтобы пасти свою пасту И вот посох это символ этого доброго пастыря Так вот, патриарху Кириллу вручали посох митрополита Петра Того самого Петра, о котором мы сегодня будем говорить Потому что с той поры, как святитель Петр скончался Его мощи становятся местом, возле которых посвящают будущих глав русской православной церкви Будущих сначала митрополитов, потом патриархов московских А его посох становится символом передачи святительской власти И вот уже с того самого 1326 года этот посох остается символом стояния русской православной церкви С центром в Москве и символом власти, святительской власти, патриарха московской всей Руси Поэтому, ну как же можно о Петре не говорить Если это человек, умерший так давно И до сих пор продолжающий играть столь огромное значение в жизни нашего общества В жизни церкви, в жизни минимум миллионов, десятков миллионов верующих людей Ну говоря, конечно, о русской церкви в те далекие времена В принципе, мы сейчас и в учебниках это читаем, да Что русская церковь – один из факторов единства русской земель После страшного монгольского нашествия Но вот за этими скупыми строками, которые как-то теряются Всегда та череда, та плеяда замечательных деятелей церковных Которые действительно уже, так сказать, своим, своей деятельностью Вот эту вот сухую фразу, которую сейчас у нас в учебниках пишется Они воплощали в жизнь, да И Петр, наверное, он в этой череде Куда можно вспомнить, да, и митрополита Алексия В времена Дмитрия Донского И Троицкого, и гумена Сергия Радонежского И митрополита Киприяна в какой-то степени Значит, и Петр, он, несомненно, в череде первой Вот в этой замечательной плеяде церковных деятелей Которые действительно чудесным образом их судьба Переплелась судьбой московских князей Да, и вот мы, историки, очень часто ищем какие-то рациональные объяснения Деятельности, значит, и митрополитов, и духовных владык Что вот там были какие-то политические интересы Там вот вражда Тверских князей толкала Петра в объятиях московского князя Но вот вчитываясь в какие-то скупые строки биографии Петра Читая его житие, понимая, что в этом иногда было что-то иррациональное Что какая-то сила неведомая двигала его именно по такому пути А не по-другому Именно если даже вот те немногочисленные факты К сожалению, историки тоже подробную биографию Петра не знают На которую мы будем смотреть, будем изучать Мы не всегда сможем объяснить его поведение Какими-то рациональными мотивами Ведь он не просто, допустим, если взять конец его жизни Он не просто останавливался в Москве Действительно один из самых богатых городов Владимирской епархии Но ведь он, именно он считается человеком, который уговорил Ивана Калиту И подал ему идею, во всяком случае, строительства каменного Успенского собора Иван I Калита Великий князь московский, великий князь владимирский Иван I Калита заложил основы политического и экономического могущества Москвы Содействовал переезду в Москву из Владимира митрополита Петра В 1327 году Калита участвовал в подавлении антиордынского восстания в Твери За что получил от хана Успека грамоту, ярлык На часть территории Владимирского великого княжества и право княжить в Новгороде В 1332-м Иван I Калита присоединил к Москве основную территорию Владимирского великого княжества А затем построил в Москве Дубовый Кремль Калита значительно пополнил казну Отсюда и прозвище Калита, то есть кошель или сумка Вообще, мне кажется, сама даже биография его, если мы посмотрим от юных отроческих лет Ведь митрополит Петр не москвич, он даже не выходец с северо-восточной Руси Он выходец тогда уже для северо-востока Руси с далекой Волыни Его церковная деятельность началась в Галичине В землях, которые нельзя сказать, что отпали Как-то из общей русской истории выпали после монгольского нашествия Но находились как-то на периферии И ведь именно тогда начинаются уже идеи появляются Разделение общей русской митрополии Опять же, где Петр, так сказать, стал Ну, как бы таким объективным, я не знаю, препятствием на этом пути Может быть, об этом еще подробно говорим То есть его судьба чудесным образом занесла его из Южной Руси Из Волыни, из Галичины занесла в Северную Русь И действительно, здесь, мне кажется, в этом есть что-то иррациональное То, что еще, наверное, никогда историки уже при помощи каких-то рациональных объяснений, наверное, не решили Я напомню, что мы говорим о временах уже после монгольского нашествия О временах ордынского владычества А что такое ордынское владычество? Вот модные с какого-то там периода стали разговоры о симбиозе Руси и степи О том, как благодатно на развитие наших предков этот симбиоз сказался А ведь на самом деле все было совсем наоборот Потому что в итоге ведь монгольское нашествие А потом долгое ордынское владычество привело к тому Что наша с вами Родина, ну, по сути дела, изменил вектор своего развития Из страны во многом и преимущественно городской Из такой аграрно-городской цивилизации Она превратилась практически только в аграрную цивилизацию Сменились центры развития цивилизации Сместившись с юга на север сюда Вот в северо-восточные Владимирские земли И потом, где Москва стала центром Резко ухудшилась демографическая ситуация Потому что не просто тысячи, не сотни Миллионы наших с вами предков не дожили До так называемого светлого будущего И просто погибли Я напомню, что по расчетам историков До монгольского нашествия русские земли Населяло примерно 12 миллионов человек В начале 18 века Наше население тогда уже российского царства Составляло примерно 11 миллионов человек То есть за 400 лет был не просто демографический Не было демографического прироста Был демографический регресс Просто-напросто Вот все эти Даже после того, как освободились от татарского владычества От ордынского владычества Еще долго не могли перейти в себя Если было до полутора тысяч укрепленных 300 где-то городов И до полутора тысяч укрепленных поселений В 13 веке То в начале 16 века Было всего 200 городов То есть меньше, чем в 13 веке Да, все пожгли, а ремесленников вывезли А какие были налоги огромные Когда были специальные расчеты Историками проведены Когда примерно на условный рубль Человек зарабатывал себе на жизнь А в Орду приходилось отдавать от полтины до полутора рублей То есть вообще с себя все снимать Иногда приходилось Этот знаменитый черный бор Когда все собирали Все, что только можно И туда вывозили Лишь бы откупиться от Ордынцев Плюс еще геополитическая катастрофа Уже о которой говорилось В силу того, что Единая русская земля Разделилась на юго-западную Северо-восточную И в итоге юго-западная Ушла под власть Литвы и Польши И вот именно в этот период Когда все эти процессы Только-только-только набирали К сожалению свою огромную силу Где-то в середине 13 века Рождается Будущий Митрополит Петр Мы его имени не знаем Которое ему было дано при рождении И рождается он в той самой юго-западной земле Где-то лет в 12 Как принято говорить В соответствии с его житием Он избирает монашеский путь Уходит в монастырь И уже тогда Начинает заниматься Иконописью И затем славится как знаменитый Иконописец И вот этот путь Мальчика Который в тяжелейшие годы Ушел в монастырь Он кстати говоря Был отнюдь не уникальным Потому что в конце 13 века В начале 14 века Монастыри очень часто служили Прибежищем для оставшихся Ну вот в силу вот этих всех обстоятельств Внешних и внутренних Оставшихся одинокими Которым негде было доживать свой век Негде было жить Монастыри становились прибежищами Нищих, одиноких, раненых, больных И монастыри начинают В это время выполняют Вот эту свою огромную социальную функцию По спасению хотя бы тех людей Которые выжили в этих тяжелейших условиях И Петр оказывается среди них Но в отличие от людей Которые волею случая попадали в монастырь Все-таки он шел туда целенаправленно Он избрал этот путь И тоже ведь это все не случайно Давно было замечено Мне уже по-моему приходилось В каких-то передачах об этом говорить Что именно конец 13-го, начало 14-го века Русские люди начинают себя Русские земледельцы называют В это время начинают называть себя крестьянами То есть христианами И понятие крестьянин Крестьянин, христианин Надежды на спасение в его христианском понимании Вот этих тяжелейших Социальных, политических, экономических условиях Это было повсеместное сознание И митрополит, будущий митрополит Петр Стал одним из выразителей Вот этого пути Пути для русского человека Невозможного без веры и без церкви Митрополит, второй по значению чин В православной церковной иерархии После патриарха Митрополиты возглавляли русскую церковь Со времен крещения Руси Долгое время митрополитами были греки Присылаемые из Византии Первым митрополитом русского происхождения Считается известный церковный писатель Иларион Киевский Резиденция митрополита на Руси Была сначала в Киеве Который пришел в упадок После разорения монголу-татарами В 1299 году После очередного ордынского набега Кафедра митрополита Была перенесена во Владимир на Клязьме А затем в Москву К тяжелым условиям Монгольского владычества Добавлялись еще и Не менее острые внутренние конфликты Между княжеские распори В самый разгар которых Как попал и митрополит Петр Когда приехал в северо-восточную Русь Это прежде всего Известный нам конфликт Между московскими и тверскими князьями Конфликт за великое княжение Конфликт по сути за То, кто возглавит Объединение русских земель На северо-востоке в единое Централизованное государство И вот здесь конечно Масса ведь тоже фактов Которые показывают Что Петр не был Вот именно в первую очередь Таким политиком Который выбирал Рационально Значит на чьей он должен быть в стороне Уже с его поставлением в митрополиты Происходили вещи совершенно Ну В каком-то смысле необъяснимые Ведь известно, что Когда Петр ехал в Константинополь Как кандидат Галецкого князя Юрия Который хотел видеть Своего отдельного митрополита Своих южных землях Примерно в то же время туда Ехал и гумен Геронтий Который был Поддерживался тверскими князьями И который тверские князья видели на месте Умершего в декабре 1305 года Византийца, грека, митрополита Максима Вот И В то время в Константинополе Патриархом был Афанасий И он То есть вот перед ним Два кандидата Я только напомню, что к тому времени Сосочетовала уже отдельная галецкая епархия Митрополия даже То есть уже единая до того киевская митрополия Была разделена на две Киевская и галецкая При нем два кандидата в митрополиты И Афанасий делает очень необычный ход Он Геронтия отправляет несолонно хлебавшей А Петра делает общерусским митрополитом Здесь совершенно очевидно, что именно личные качества кандидатов Способствовали тому, что был выбор сделан в пользу одного из них Потому что Петр-то как общерусский митрополит Или как митрополит Северо-восточной Руси В которой ему фактически пришлось жить И вести свою пастырскую деятельность Он как раз не имел никакой политической поддержки Но именно на него Пал выбор константинопольского патриарха Который известен своим подвижничеством Кстати, известен своими Замечательными моральными, нравственными качествами И несомненно, я думаю, что Моральный облик Петра Он на это тоже Может даже в определяющей мере на этот выбор повлиял И он был не политическим, а духовным Да, именно выбор был духовным И он имел двоякое значение Значит, с одной стороны, во главе общерусской митрополии Стал достойный человек С другой стороны, попытки Первые попытки разделения митрополии Опять были сведены на нет Мы, кстати, наблюдаем попытки разделить митрополию Больше 150 лет И каждый раз многие историки На это обращают внимание Начиная с начала XIV века Какие-то неведомые силы вторгались во все политические расчеты И смешивали их Например, когда митрополитом был избран Киприан Он уже избирался как литовский ставленник Но тут же он после смерти Дмитрия Наскова Переносит свою основную резиденцию в Москву И становится опять общерусским митрополитом И так было постоянно Значит, все попытки рациональные, политические Да, есть два отдельных государства Разделить митрополию Они какой-то иррациональной причиной находились Которые все эти политические планы нарушали И вот, кстати, Петр один из первых В ком эта миссия, мне кажется, воплотилась Кстати, в этой истории С назначением его на митрополитический стол Еще одна очень такая мистическая вещь произошла Реально мистическая Я уже говорил, что Петр с юности прославился как иконопист Во всяком случае, занимался иконописью И потом, когда он ушел на речку Рати И там основал собственный монастырь Где стал игуменом Он прославился там Как очень такой знаменитый стал подвижник Популярный подвижник К нему шли люди Он писал там иконы И однажды, тогда еще Прибывающий в силах митрополит Максим О котором мы тут уже упоминали Он объезжал свою епархию Епархия была единой И узнав о знаменитом подвижнике на реке Рати Он к нему приехал И Петр подарил ему икону Божьей Матери И вот какая интересная история Приключается в 1305-1308 годах Когда в Константинополь приезжает Геронтий С северо-востока Руси И митрополит, тогда вернее Игумен Петр из Западной Руси Геронтий как поручницу того Что именно он должен занять Митрополитический стол Привозит как раз икону Божьей Матери Написанную Петром и подаренную им Максиму А когда патриарх Афанасий выбирает все-таки Митрополита Петра У Геронтий эту икону изымают Возвращают митрополиту Петру И тот едет с ней на Русь И теперь эта икона в скором времени Становится одной из главных святынь Вновь построенного Успенского собора И вот до сих пор неизвестно Она то ли пропала на рубеже 19-20 веков Сейчас есть список этой иконы В Успенском соборе Но непонятно Вот некоторые считают Что это поздний список Уменьшенная копия А другие считают Что это собственно Сам есть оригинал Написанный митрополитом Петром До конца это неизвестно Но сам факт Вот это вот Как икона подаренная Максиму Вернулась к нему же И с ней он То есть под руководством Под водительством Божьей Матери Приехал на Русь И эта икона становится Одной из главных святынь Им же основан Успенского собора Вот Ну в самом деле О том о чем уже говорилось Ну какие-то чудесные вещи Происходили явно Это все было не просто По воле человеческой Успенский собор Московского Кремля Который заложил Митрополит Петр Был построен Итальянским архитектором Аристотелем Фиоравантия И русскими мастерами На месте Одноименного собора 14 века Собор символизировал Преемственную связь Москвы С двумя прежними столицами страны Владимиром и Киевом Собор являлся Главным храмом Московского государства Местом коронации Царей и императоров Усыпальницей Первый иерархов Русской церкви До конца 17 века Собор служил Образцом При строительстве Многих соборов В городах и монастырях России Почему была выбрана Именно такая конфигурация Соборов На главной соборной площади Московского Кремля Успенский Благовещенский Архангельский И вот колокольня Ивана Великого Она Сейчас там Храма Ангелесничника Но Раньше это по-другому Лестничка Что под колоколы Он так и был Но Его история другая Там был Храм Рождества Он был сожжен Французами И Случайно сохранившийся Престол Маленького храма Ангелесничка Перенесли В бывший Рождественский Он стал таким Но изначально Была вот такая схема Рождество Успение Благовещение И Там же у всякого храма Было свое предназначение Да Со временем Особенно сложившееся Успенский собор Ну вот как считают И историки церкви И историки Значит России Успенский собор И недаром Митрополит Пёв Богословил построить Иван Данилович Калиту Именно Успенский собор По той простой причине Что Это было Такое духовное Наследие С одной стороны Константинополя Где Успение Богоматери Храм есть С другой стороны Это Наследие Первого храма Основанного Владимиром Святым Знаменитой Десятинной Церкви Как считает Большинство Историков Это был как раз Успенский храм В честь Успения Божьей Матери Во Владимире Когда Андрей Боголюбский Превратил этот город В центр Своего Княжества И привез туда Икону Названную Владимирской Которая стала Почитаться Как вы знаете В качестве Главной святыни Всей русской земли Строится Ради хранения Этой иконы Именно Успенский храм Храм Успения Божьей Матери Домовой Это была Личная домовая Церковь Великого князя Потом Московского Государя То есть туда Он маленький Собор Если кто в Кремле Бывал Он совсем маленький Домашний Там буквально На несколько человек На княжескую Семью Государев Семью А то и вообще На него Одного Рассчитано То есть он туда Приходил И недаром Настоятель Благовещенского Собора Считался Духовником Государя Московского Михаил Архангельский Собор Это Собор Усыпальница Который Посвящен Главному Воину Грозному Воеводе Предводителю Воинства Небесного Михаилу Архангелу И все Русские Князья Все Русские Государи Они Посвящали Воеводе В надежде На то Что В день Последней Битвы Когда Архангел Михаил Спустится На землю Для сбирания Войнства Христова Для битвы С Войнством Антихристов Он Выструбит В трубу И все Мертвые И живые Встанут В это Воинство И вот Князья В силу Того Что Они Себя Посвятили Михаилу Архангелу Они первые Кто войдут В воинство Христова Они были Воинами Михаила Архангела Уже После Смерти Своей Это Было Их Призвание Это Было Их Предназначение В их Посмертном Бытии Вот Поэтому У каждого Храма Было Своё Предназначение Своя Цель Свой Смысл И В этом Отношении Вот эта Конфигурация Как раз Совсем Не Случайна И все Это Воплощено В идее Конечно Москвы Как Центра Такого Духовного Политического И вот Этот Смысл Тоже Придали Москве Конечно Иван Данилович Калита И Митрополит Пётр Первые Кто Стали Вот так Серьезно Основательно С духовной Точки Зрения Смотреть На значение Этого Города Этого Тогда Еще Небольшого Городка Я хочу Тут еще Добавить Что Неспроста Видимо Вот А храмы Которые Вы Говорили Большинство Связаны Так Или Иначе С Пресвятой Богоматерь Да И Рождественские Соборы Благовещенские И Успенские Потому Что Ведь Есть Мнение Что Именно Со Времен Митрополита Петра И Ивана Калиты Идет Как Идея О том Что Богоматерь Является Особой Покровительницей Это был Успенский Собор Не только Это означало Преемственность Но и они Хотели Покров Богоматери Который Простерся Над Русью Что сказать Что Особое Место Которое Вниманием Которому Она свое Внимание Уделяет Это В том числе И Москва Новый В первую очередь Новый центр Возрождающегося Русского Государства Представить Себе Ту Москву Того Времени Вот Этот Величественный Собор На Который Доминант Фактически Города Это Сейчас Он так Потерялся В известных Сооружениях Но раньше Это было По-другому Он был Единственный Каменный Собор Представьте Еще на фоне Деревянных Постройок Деревянного Кремля Ведь Опять же Надо не Забывать Монгольский Голс Сказал В том Что На Руси Прекратились На долгие Годы Каменное Строение Возводить Не было Не мастеров Которые Не денег Чтобы это строить Строили В основном Из дерева И первые Каменные Храмы Появляются Только в конце 13 века Спустя 50 С лишним лет После нашествия Вы представляете Что это такое Один из первых Каменных Храмов Спас Преображенский Появился Тверит Как раз Не долгое Время Спустя После учреждения Там Отдельной Епархии Но Главным Именно Стал Со временем Успенский Собор Московского Кремля И недаром Митрополит Петр Так уговаривал Иван Данилович Калиту Который Только-только Вступил Тогда На Княжеский Престол Да Еще Великим Князем Не был Он был Князем Московским И вся Борьба За Великокняжеский Престол Еще была Впереди Митрополит Петр До нее Не дожил До этой Борьбы Еще Продолжая Борьба С Тверскими Князьями Только-только Погиб В Орде Его брат Юрий Брат Иван Калиты В 1325 Году И вот В это Время Начинается Закладка Этого Собора Собор Закладывается И первый Каменный Петр Тогда Прозорливый Во всех Житиях Его Эта фраза Приводится Говорит Что если Каменный Собор Построишь То и сам Прославишь И дети И потомки Все твои Прославятся И Господь Пребывать В твоем Городе Будет И Пресвятая Богородица Твой город Спасет У меня еще Маленькое Добавление Историки Рассчитали Что закладка Собора Произошла В августе Где-то 4 августа Дело в том Что обычную Каменное строительство Собор закладывался Обычно весной Значит Там строился фундамент Потом зимой Возили глыбы На санях Значит Фундамент Усаживался Да А тут видно Что он И Иван Кританий Спешили Потому что И Петр чувствовал Что Пора ему уже Покидать земной мир И хотел Как бы своим Вот этим Деянием Благословить Более то Петр Даже собственными руками Сделал себе Гроб Да Ну как истинным Мантулумом Ну и сам Непосредственно Гроб Сделал Ну тут Деваться некогда Вот это его Отношения С Иван Даниловичем К Калитой Они тоже ведь Почему он так В Москве душой Прикипел И лично Видимо К Иван Даниловичу Видимо Они были просто Очень близкими Друзьями Очень душевно Друг друг Понимали Ведь это тоже Имеет свою историю Ведь это тоже Все не просто так Вот мы начали Разговор о том Как Митрополит Петр Уже назначенный Главой Русской Епархии Единый Русский Епархий Единство Этой Епархии Было восстановлено Отправился На Русь И где-то В 1309 Году Прибыл Во Владимир И Встречен Он был Враждебно Во Владимире По той простой Причине Что великим Князем Владимирским Тогда был Князь Михаил Ярославич Тверской Кандидата Которого Геронтия Не принял Патриарх Афанасий И Михаил Ярославич Вот Как появился Митрополит Петр Так и до своей Кончины Михаила Ярославича У них отношения Так и не наладились Он Петра Не принял Брянск Центр Брянской области Основан Приблизительно В 985 Году Как укрепленные Поселения На правом Высоком берегу Реки Десны Среди лесов Первоначальное Название города Дебрянск Город Впервые упоминается В апатийской летописи По 1146 Годам Город Принадлежал Черниговским Князьям 1246 Брянск Центр Удельного Княжества 1356 Брянск Находился Под властью Великого Княжества Литовского В 1500 Был взят Русскими войсками И вошел В состав Московского Государства С конца 15-го столетия Город получил Название Брянск Самое интересное Что даже Летопись сообщает Что благодаря Заступничеству Ивана Московского Своей мудрости И правильности В своих решениях Митрополиту Петру Удалось Отбиться От всех обвинений И Церковный Собор При поддержке Тогдашнего Патриарха Константинопольского Решение О том Что он Ни в чем Не виноват То есть Иван Данилович Калита Тогда Не был Даже князем Московским Московским Княжества Управлял Его старший брат Юрий Данилович Главный соперник Михаила Тверского В борьбе За великокняжеский Стол И вообще На этом соборе Не было старших Князей Не было ни Михаила Не было ни Юрия Были младшие Князья И вот Иван Как представитель Московского Правительства Был там И уже там Только-только Приехавшему на Русь Митрополит Петру Он оказал Какую-то Видимо Очень существенную Поддержку И вот Оттуда Начинается Их дружба Начинается Видимо Уже личные Взаимоотношения Начинается Понимание Необходимости Поддержки Друг друга То есть Вы хотите сказать Что симфония Властей Вот это Было явлено Как раз В том числе Видимо Там она зародилась Во всяком случае В тот момент И Иван Ну возможно Я хочу сказать Еще Не зря Я говорил Вот этой Распре Московских Тверских князей И Сергей Вячеславович Об этом говорил Что одна из Как бы Наиболее Трагических Страниц Вот этой Междуусобной борьбы Открылась Петру Уже вскоре По его Прибытии на Руссии И с этим тоже Нельзя Не связывать Его последующую Деятельность Деятельность Как миротворца Который пытался Приглушить Эти конфликты Помирить князей Ведь Известно Что вскоре После своей приезда Он оказался в Брянске Брянск После упадка Чернигова И разорение его Прямо монгольского нашествия Был тогда Одним из крупных городов Там правили князья Смоленской династии Между ними Разгорелась Кровавая Междуусобица Как всегда Дядя изгнал племянника Племянник Василий Брянский Поехал в Орду Привел с собой Довольно Крупную рать Которая Осадила Брянск И в тот момент В Брянске находился Петр И вот Этому князю Который сидел в Брянске Святославу Глебовичу Если не ошибаюсь Он предложил помириться С племянником Разделить с ним власть Отдать ему часть Каких-то уделов Попытаться договориться Ну Святослав Гордый и храбрый воин Отказался И вышел на битву Значит естественно Войско Брянское Было разгромлено Василий и его Татарские союзники На плечах отступавших Ворвались в Брянск Брянск был подвергнут Страшной резне И Петр Опять же Как повествует нам Источник Спасся буквально чудом Он остался в храме В белокаменном храме Молился там И молился там И он уцелел Михаил Гярославич Великий князь Тверской Великий князь Владимирский Михаил Тверской Первым из русских князей Титуловался Великим князем Сия Руси 1305 года В 1317 Золотардынский хан Узбек Передал Владимирский Великокняжеский стол Московскому царю Юрию Даниловичу И послал в помощь Юрию татарские войска В декабре 1317 года Михаил Гярославич В битве у села Бортенева Разбил Юрия Вынужденный отправиться На суд К хану Узбеку Михаил Гярославич Был убит В его ставке С лугами князя Юрия В ноябре 1318 года Вражда русских князей Их ненависть Зачастую друг к другу И необычайная жестокость В расправе Друг с другом Это просто иногда Необычайно жестоко Друг с другом Тут же Юрия Московского Можно вспомнить Что Юрий Московский Вообще русских князей Как таковых В этой борьбе за власть Она конечно ужасала Церковных деятелей И конечно Главу Московской Главу русской церкви Потому что Ну совсем не христианское Это поведение Так себя вести Тем более по отношению Не только к соблеменнику Ну к кровному родственнику Они же все были В кромном родстве Да еще и христианин И так далее И вот митрополит Петр Заложил традицию Показал путь Как духовный владыка Может остановить Вот эту резню Он пригрозил Самой страшной карой По тем временам Для христианин Отлучения От церкви Насколько я знаю Это был чуть ли не первый случай Такого рода Когда владыка церковный Столь откровенно вмешался В политические все эти разборки И это сыграло свою роль Духовная власть Он мог быть изгнан из своей земли Ну изгнан-то вряд ли Из своей земли А церковь отлучить Ну это могло Но проблема заключалась в том Что в дальнейшем Русские духовные владыки Стали использовать Подобного рода метод Ну вот в частности Тот же митрополит Алексий Уже в конце 14 века В середине 14 века Когда шли различные дрязги Между князьями И дело доходило до войн И когда было понятно Что есть возможность Остановить эту войну Что делал митрополит Алексий Он посылал своих людей И в городах закрывали церкви Если не прекратится Вот это внутренние дрязги Между там претендентами На тот или иной стол Церкви закрывались И запрещалось ввести служение И горожане заставляли своих князей Прекратить все эти войны То есть опять же Митрополит Петр Заложил в московском государстве Вот эту традицию Спасения духовными владыками мира Сохранение этого мира Даже принуждение к миру Мирными средствами Духовными средствами Но таким образом Все-таки хоть На какое-то время Война останавливалась Но он еще, по-моему, впервые В такой практике На таком уровне точнее Ввел в обиход послания Да, окружные послания Да, которые раньше не были приняты Это в самом деле Он же очень много Ну, мы вот говорим Скорее о политическом Политической деятельности Но он, конечно, еще Как церковный деятель Там же к священнослужителям Конкретные были Рекомендации сформулированные Я вот могу даже Какие-то из них процитировать Я специально Принес Ну вот, в частности Именно митрополит Петр Считается у нас Человеком, который ввел Знаменитые правила О вдовых священниках Что это? Которое потом было Официально внесено О, при нем было сделано Это он именно ввел В одном из своих посланий Это правило И в 1551 году Это правило вошло в стоглавый собор То есть, как уже официальное мнение церкви В чем заключался смысл этого правила А в том, что Овдовевшие священники Ну, наверное, всем понятно Что есть черное духовенство Белое духовенство Черное духовенство Монашество С обедом безбрачия Белое духовенство Это как раз те священники Которые обязаны жениться И жить простой, значит, мирской жизнью Но нести духовное пастырство Духовную службу И понятно, что в ходе жизни Жены умирали И вот митрополит Петр первым заявил Что священник Овдовевший священник Не может исполнять свою функцию священника Он должен уходить в монастырь Потому что, к сожалению Овдовевший священник Будучи зачастую мужчиной Как в известном мультфильме В книжке В самом расцвете сил Ну, начинал вести неблагонравную жизнь Далеко В личном Такой В личном своем поведении И вот одна из цитат Вот я хочу из этого поучения Привести Вот он напоминает Многажды писах вам К священникам и мнихам Как о прибывате Писах многажды осем к вам А еще у попа умрет жена Да идет в монастырь Имеет священство свое А еще имеет в слабости Прибывате И любите мирские сласти Да не поет То есть Да не служит Вот он первым Кто это правило ввел В русской церкви вообще Не надо думать Что если в те времена Люди все были православные Все уж были прям такие святые И жизнь была сложной И поэтому не даром Если от него 6 примерно поучений Ну, 3 точно его поучения 3 приписываемые ему осталось И в них то Если мы почитаем Мы увидим Сколь обыденной была Жизнь русских людей В то время И сколь С духовной точки зрения Много грехов творилось В то время Но вот собственно Задача духовного пастыря Заключается в том Чтобы остановить людей От греха Спасти их от греха Помочь им освободиться от него Я хочу добавить Что Петр Вот как церковный деятель Он был очень активным человеком Не сидел на месте Постоянно ездил По разным городам Руси Приезжал, кстати, и в Тверь И несмотря на то, что его там Не любили Известно ведь, что После знаменитого собора 1030 года Доктором Сергею Вячеславовичу говорил Он простил своего Обидчика, доносчика Епископа Тверского Андрея Сказал, что иди с миром Как бы я на тебя Зла не держу Он приезжал в различные города Жил в Переславле В основном И тут нужно сказать Конечно Может быть особенно Подчеркнуть Вот ту его роль Которая Известна По многой литературе По исследованиям Историков В переносе Вот этого центра Митрополитчей резиденции Из Киева Во Владимир И Москву Знаменитая триада Киев, Владимир, Москва Ведь именно при жизни Петра Собственно Все это состоялось Именно его предшественник Митрополит Максим Как написано в летписи Не терпя насилия Татарского Избеже во Владимир И Киев весь Расшедшийся После его ухода То есть в Киеве Ситуация была тяжелая Несмотря на то Что это был Центр княжеской власти Центр Общерусской митрополии Значит Но И Петр-то Как южанин Ему тоже должен был Киев быть Мил его сердце И он кстати Хотел в Киеве сидеть И он ведь хотел там сидеть Да Но условия Видимо не позволяли Вообще это точно не выяснил Мотивы Как титул его точно был Митрополит Киевский Да И он тем не менее Тоже переезжает Вслед за Максимом Во Владимир Жил он много Во Владимире В Переславле Но после 1322 года Он стал часто останавливаться И в Москве Где им было построено Обширное подворье И Именно с Москвой Он связал свое Своё дальнейшее И пребывание И здесь Как бы еще бы я хотел сказать Что Вот его деятельность Как пастыря Действительно доброго пастыря Была очень активной Что он очень много ездил А ведь он кстати Начал активно саждать Общежительный устав Который уже утвердился В результате там Полстолетия спустя В результате реформ Митрополита Алексия Именно с ним связано Он действительно Сергей Вячеславович говорил Что времена разные А пороки те же То есть если мы почитаем Проповеди В окружные послания Мы увидим Что он призывал И боролся с теми же вещами Которые и сейчас у нас Актуальны В этом смысле Любая проповедь И Петра И других православных Иерархов древности Она всегда Найдет отклик В современной эпохе И он делал это активно Другое еще направление Тоже с которым Так сказать Ему пришлось столкнуться Это ведь известно Что начало 14 века Это время утверждения Ислама в Золотой Орде В том государстве Которое Все-таки осуществляло Над Руссию Над Северо-Восточной Руссией Верховную власть И вот в житии его Сохранился сюжет Что он Значит Имел диспут Да И проклял Одного Монаха Который Перешел в ислам То есть видимо Вот эти Как считают историки Вот этот сюжет Он отражает Общую попытку Проникновения Как Исламского вероучения На Русь Именно Мы не говорим Что О Сарайской епархии Там да Именно В сердцевин В сердцевинной Русской земли Видимо Вот эта вот Легенда Вот этот сюжет Жития Я бы так сказал Он отражает Эту реальную Реальную проблему С которой ему Так же приходилось Сталкиваться Вот вы упомянули О его Позиции По поводу Вдовствующих священников А ведь Какое оно Получило развитие Вот в 20 веке Если бы Не было Этого Этой практики Ухода в монахи То тогда Нейского Было бы Рукополагать Епископов Уничтоженных И вот эта практика Тоже вот Василий Родзянко Он же был Епископом Он скончался Вот не так давно Он как раз Вот в русском Зарубежье Стал Епископом Из вдовствующих Священников Ну вот вы знаете Мы зачастую Не понимаем Этих древних Истоков Многих правил Которые вдруг Неожиданно Оживают И в самом деле Спасают Кстати И сейчас Два епископа Рукоположены Пантелеймон В частности Вот недавно Из вдовствующих Протеереев В том-то Все и дело И это опять же Говорит о том Насколько Тонко И насколько Глубоко Митрополит Петр Осознавал Духовную Сущность И необходимость Подобного Рода Правил Что эти Правила Спасительны Да Для церкви Страны Для церкви вообще И как вот Выясняет Как показывает Та же история 20 века Спасительны Просто для Существования Церкви Для сохранения Церкви И наверное Он не знал Что будет В 20 веке Спустя там 700 лет Но он понимал Что вот без этого Церковь не может Существовать Она упадет В грехе Потому что В самом деле Человек слаб Священник он Монах Разные Есть правила Вот тот же В других посланиях Например Митрополит Петр Обращается К Своим Монахам И например К служителям Церкви И попам Запрещает Давать в рост Оказывается И этим Какие-то попы Промышляли Да Или запрещает Допустим Монахам Жить в одной В одном Монастыре С монахинем Потому что Было Ну в силу того Что многие монастыри Были запущены И частенько Жили одновременно И монахи Мужского пола И монахини Соответственно Женского пола Что тоже Соблазняло И тех и других На греховный путь И что тоже Не способствовало Духовному совершенству Монаши В случае Собственно Ради чего Они и уходили Так по идее В монастыре И вот эта вот Забота О духовном совершенстве В те страшные годы Когда резали Не только чужие Но резали И друг друга По каким-то Совершенно Таким поводом Зачастую Необъяснимым С духовной точки зрения И его В этом отношении Позиция Попытка остановить И саму резню И причины Духовные причины Которые побуждают Эту резню То есть Восстановить В людях Человеческое А что такое Человеческое Это божеское В их душе Восстановить Ибо Истинный человек Это тот Кто обладает Кто осознает Своё божественное начало Свою божественную природу И Ведь Вот эта вот Деятельность Митрополита Петра Как его Кстати говоря Предшественниках Ну допустим Можно вспомнить Митрополита Кирилла Современника Александра Невского Который Митрополит Кирилл Сыграл огромную роль В истории Русской церкви Ибо Именно при нем В русской церкви Появилась Кормчая книга Он выкупил ее В Константинополе А это Что такое Кормчая книга Это книга Правил жизни Русской православной церкви С тех пор Вся русская церковь Живет по Той кормчей книге Основу которой Заложил Митрополит Кирилл Так вот К чему это все Было сделано К тому что Владыки Того времени Прекрасно понимали Что В полный рост Ставят Главная проблема На ближайшие Там 100 150 Может быть Десятки лет Непонятно Освобождение От ордынского ига Освободиться От ордынского ига Не может Русь греховная Господь не позволит Этого ей сделать Для того Чтобы победить Врага внешнего Нужно победить Врага внутреннего Для того Чтобы победить Врага внутреннего То есть Дьявола в душе Нужно жить По божеским правилам И вот с этого Они начинали Этого В первую очередь Они требовали От своей паспы Помогали ей Это осознать И это было Важнейшим условием Подготовки Собственно Уже Политической Военной победы Над ордой Сергей Вячеславович Уже говорил Что еще В первые годы Своего Митрополитического Служения Петр был близок Именно с Иваном Калитой Но ведь Иван Калита Был не первый Сын Данила Московского И даже не второй Значит У Юрия Не было детей Были еще два брата Афанасий и Борис Которые тоже умерли Бездетными Там при разных обстоятельствах То есть Мало того Что Как бы Он выбрал Себе Политическим Союзником Да Если так можно Вызвать Человека Который Вообще Неизвестно Был Займет Не мог Претендовать Княжеский престол Да То есть Он еще И Тут еще Одна ведь Замечательная Идея Мы имеем Все время Как бы Историки И люди Интересующая история Перед собой Два образа Юрий Который Шел на все Как бы Не гнушался Ничем Чтобы получить Великокняжеский Иван Конечно Про Ивана Калиту Тоже Так сказать Масса Что он Интригу Любил Но все-таки Это человек Который Нельзя сказать Что чурался Крови Но Пролил Ее гораздо Меньше Чем Многие Его Предшественники И Может быть Даже и Наследники И вот Это тоже Тут нельзя Это доказать Конкретными Фактами Возможно Какая духовная Связь С митрополитом Петром С его Идеями С его влиянием На молодого Ивана Она возможно Тоже проследует И не зря Ведь Петр Умирает Буквально Значит Иван Калита В это время Ехал в Орду Он вернулся Услышав о смерти Митрополита И Как бы Происходит Вот такая Передача Я не знаю Что ли Той Духовной Благодати Которую В дальнейшем И помогала И развивалась Не зря Ведь о времени Ивана Калиты Говорили Бысть А то ли Тишина На Руси Да не только Значит И татарские набеги Прекращались И Значит И распори Княжеские Как-то Принимали Ну нельзя сказать Более цивилизованное Но уже не такой Драматический характер И Может быть В этом Петр Послужил После смерти Русскому государству Даже не меньше Чем он послужил При жизни А ведь Надо еще помнить Что он же Первый местночтимый Святой Московский Да На соборе Который состоялся Во Владимире Вскоре после его смерти Уже Были доказаны Явлены чудеса Он был очень быстро Прославлен Для того времени Через год Через год Были явлены чудеса Которые произошли У его гробницы Во время Значит Похорон И было Достаточно быстро Составлено Житие Его один из Авторов Насколько я помню Это Епископ Прохор Ростовский Котору Петр Сам же И поставил То есть Он не только был Митрополит Который был В глазах у всей Руси И покровитель Москвы Он был первый Местночтимый Московский Святой И в этом качестве Он тоже послужил И России И Москве Митрополит Петр Очень серьезно Повлиял На Ивана Даниловича Не забывайте Все-таки Когда они встретились Это вот где-то Начало десятых годов Ведь Иван Данилович Калита Еще был очень Молодым человеком Молодым был человеком И вдруг Встречается Столь авторитетный Старец И видимо Он на Ивана Калиту Производит Огромное впечатление Потому что Их дальнейшие Взаимоотношения Показывают Насколько Именно Иван Данилович Калита Ценил Митрополита Петра Не только потому Что стало понятно Без помощи Церкви Городу не подняться Княжеству не подняться Не победить Причем это Кстати говоря Вполне рационально Объяснимо По той простой причине Что главы Русской православной церкви Очень почитались Как это ни странно В Орде Орда Тогда еще была Языческая Еще узбек Не утвердился На престоле И Старались Относиться К Главам Русской церкви С почтением К чужому богу Не надо Забывать И тот факт И кстати Митрополит Петр Получил этот ярлык На освобождение Русской церкви От уплаты Налога В Орду Таким образом Церковь становилась Очень серьезным Экономическим Материальным Инструментом В построении Будущего государства Она Гораздо была Материально мощнее Нежели многие Даже княжества Ну и еще один Очень важный момент Ордынские ханы Прислушивались К мнению Русских митрополитов При определении Ярлыков князьям При выборе Кандидатов На тот или иной Престол княжеский И В этом отношении Конечно Союз с церковью Был Крайне важен Для любого князя Или во всяком случае Добрососедские Какие-то отношения И пример того Как Михаил Тверской Не смог Подобного рода Отношения Наладить Свидетельствует Как и неудача Будущая Тверского княжества В борьбе За лидерство Как раз Говорит о том Что Союз с церковью Был необходим Но Мне все-таки Кажется Что Иван Данилович Калита Рассматривал Владыку Петра Как своего Духовного наставника Как своего Духовного учителя Ведь Это уникальный случай Я честно говоря Не помню В истории Русской церкви Столь быстрой Канонизации Петра Потому что Он умирает Столь быстрой Канонизации Святого Он умирает В ночь С 20 на 21 декабря 1326 года А в 1327 году То есть Я думаю Даже меньше Чем через год Вряд ли это В декабре 27 года Состоялся Вот тот самый Собор О котором Уже сегодня Говорилось Переиславлен На котором Были представлены Доказательства Святости Митрополита И он был прославлен Как местночтимый Святой А спустя Всего 12 лет В 1339 году Уже при новом Митрополите Феогности Греки Он был Канонизирован Не просто Как общерусский Святой Но еще Его святость Была признана В Константинополе Таким образом В самом деле Москва Получает первого Своего Святого А кстати Говоря Подобного Рода Святых Было не так уж Много В других Городах И вот Эта Святость Митрополита Петра Признанная Общецерковно Во многом Свидетельствует О правильности Избранного Пути Который Избирает Москва И Я согласен С уже Произнесенной Здесь мыслью О том Что Во многом Видим Вот эти Мирные Начинания И заботы О сохранении Народа Иван Данилович Калита Во многом Наверное Воспринял От митрополита Петра Потому что Я чуть-чуть Разовью цитату Которая уже Здесь прозвучала Не просто Бысть тишина В русской земле А 40 лет Бысть тишина В русской земле Написал Довольно враждебно Настроенный По отношению К Москве Тверской летописец То есть Даже в Твери Понимали Сколь велика Была деятельность Ивана Даниловича Калиты Благодаря которому 40 лет Не было Ни одного Набега Ордынских Ратей На Северо-восточные Русские земли Я хочу Чтобы в конце Нашего сегодняшнего разговора Мы еще раз Вернулись К мысли О значении Продвижения Как сейчас бы сказали Популяризации Ознакомления Наших Уважаемых Сотечественников С такими личностями Как митрополит Петр Его же можно помянуть В храме ему посвященном В Москве Высокопетровский Монастырь В котором стоит Храм Теперь Ну уже и тогда Посвященный Митрополиту Петру Возведенный Оливизом Фрязиным В начале 16-го столетия При Василии Третьем Кстати Удивительнейший Памятник Архитектуры Московской Итальянской Архитектуры Начала 16-го Века Прийти И упомянуть И он сейчас установлен Это храм действует Это удивительный памятник Одностопного храма Вот И Даже то Что Москва До сих пор В Москве Есть этот храм И Москва Продолжает Молиться Обязательно Говоря о Донском Дмитрия Донском Нельзя не говорить О преподобном Сергея Радонежском И осветитель Алексий Как говоря Об Иване Грозном Нельзя не говорить О митрополите Макарии Который Сыграл Огромную роль Его воспитании Вот В том Юношеском Его воспитании Ну и многое 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 Огромная роль Спасибо За сегодняшний разговор А с вами Уважаемые зрители Мы прощаемся И надеемся Встретиться вновь Чтобы продолжить Наши экскурсы В историю В отечественную историю В том числе В поисках Истины Всего вам доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова